История эта произошла в далеком детстве, когда у каждого ребенка в деревне жили бабушка и дедушка, и родители их отправляли туда каждое лето. И вот так нас с сестрой каждое лето отправляли в далекую Вологодскую деревню. Прогуляв целый день, вечером мы садились за большой стол с другими родственниками, приехавшими тоже в гости, и начиналось время интересных рассказов и историй. И вот дедушка решил рассказать историю, да такую, что раньше мы ее не слышали. По молодости дед работал егерем. Он очень любил свою работу и выполнял ее с особым усердием, и поэтому с ним всегда происходили истории. Но это запомнилось ему на всю жизнь, потому что это было на грани жизни и смерти. При обходе территории он всегда с собой носил мешок, в котором лежал кусочек хлеба, сало, а также топорик и веревка. Всякое может случиться в лесу. И, конечно, он, как егерь, обязан был носить с собой ружье. Недавно была пурга, и все его тропинки замело, но он все равно знал, куда идти. Можно сказать, что он знал в лесу каждое дерево. Отправился он с утра и покатился на своих лыжах. Смотрел, проверял, и вдруг услышал тихий жалобный вой. Он остановился и прислушался. Откуда это могло доноситься? Ведь зимой всю местность хорошо видно, а тут никого рядом нет. Он пошел на этот звук. Дед увидел наваленные ветки деревьев. Откуда они могли тут взяться? Подумал он. Егерь решил подойти поближе и осмотреть, взяв в руки ружье, ведь вой был явно волчий. Он подошел ближе и увидел, что это была яма, прикрытая ветками, и оттуда доносился жалобный вой. Тогда он снял лыжи и решил подойти еще ближе. Он аккуратно подошел, постарался оттащить ветки, и оказалось, что там была выкопана яма, явно еще с лета. Дед заглянул туда. Оттуда на него смотрело два грустных глаза, и он понял, что туда попал волк. Это было странно. Неужели волк не может выбраться из такой, не совсем глубокой, примерно с человеческий рост ямы? Вдруг, неожиданно, из-под этого волка показался кто-то маленький. Боже, да это ведь волчонок. Значит, это волчица, угодившая в яму вместе с волчонком. Видимо, из-за этого обстоятельства волчица осталась тут, если, конечно, она себе ничего не сломала. Глаза волчицы явно просили помощи. Дед решил помочь, но как? Ведь страшно. Она может быть тут не одна, а со стаей. Но все же решил помочь, ведь она сама не выберется. Волчица была обессилена и голодна. А даже если бы она выбралась сама, то волчонок был бы точно обречен на смерть, ведь он был маленьким, а яма была слишком для него глубока. Мой дед решил к лыжам привязать ветки и сделать что-то наподобие лестницы. Но оказалось, что волчица даже по ней не может забраться, настолько она была обессилена. Видимо, она сидела тут уже не первый день. Бросив попытки вытащить волчицу с помощью лыж и палок, дед уже совсем отчаялся, как вдруг в его голову пришла безумная идея. Он решил спрыгнуть в яму и вытащить оттуда бедное животное. Другого способа спасти ее он просто не видел. Он тихо, аккуратно сполз по краю ямы, при этом приговаривая, «Все будет хорошо, я тебе помогу». Волчица же не проявляла агрессии, а только с доверием смотрела на своего спасителя, как будто понимая, что он ей говорит. «Мой дедушка решил сначала взять волчонка». Он осторожно приблизился к волчице, взял на руки малыша, все еще приговаривая слова о помощи. Волчица, на удивление, вела себя спокойно. Тогда дед медленно взял волчонка. Он был теплый и мягкий. Видимо, волчица до последнего согревала и кормила своего детеныша. Однако сама осталась без сил. Волчонок пытался выбраться из рук Игоря и пытался его укусить, но дед ловко его подхватил и одним движением просто вышвырнул из этой злополучной ямы. И сейчас предстояло самое сложное – это достать волчицу. Хоть она и была спокойна, но она была тяжелее волчонка, да и зубы у нее были поострее. Если бы она внезапно решила, что ей хотят причинить вред, то у деда точно были бы проблемы. Для начала ее нужно было осмотреть, нет ли у нее повреждений, не сломана ли лапа. При осмотре она вела себя опять же спокойно. Дед обрадовался, ведь это значит, что она здорова, просто выбилась из сил. Он погладил ее по голове, посмотрел еще раз в эти грустные глаза. На свой страх риск он поднял и попытался вытолкнуть ее из ямы, потому что его роста как раз хватало для того, чтобы волчица могла зацепиться за край и вылезти. Она это поняла. Волчица из последних сил, карабкаясь и цепляясь за мерзлую землю, все-таки смогла выбраться. На поверхности она встала. Волчонок сразу подбежал к ней. Она его лизнула и тут же рухнула. Дед выбрался из ямы сам и увидел, что у волчицы нет сил даже уйти. Он оттащил ее подальше от ямы и тут вспомнил, что у него есть с собой кусок сала и немного хлеба. Он вытащил все это из своего мешка и протянул хищнику. Волчица принюхалась. Сначала она не проявляла внимания к еде, но затем принюхалась и потянулась к ладошке Игоря и с жадностью съела все сало и хлеб, не оставив и крошки. Тут дед засобирался. Он достал лыжи, отвязал ветки и тут понял, что яму нужно как-то закрыть. Но уже темнело и он решил, что сделает это завтра, ведь не может же за ночь туда опять кто-нибудь угодить. Одевая лыжи и уже собираясь в путь, дед почувствовал что-то неладное. Он поднял глаза и увидел, что перед ним стоит целая стая волков. Видимо, они были рядом все время, но почему-то пропустили его к этой яме. Дед испугался, он не знал, что и делать. Ведь одно дело, когда ты один на один с обессиленным зверем, и другое дело, когда перед тобой стоит целая стая. Внезапно волки раступились, и он понял, что они его пропускают. Дед встал на лыжи и быстро прошел через них. Позже он решил обернуться и увидел удивительную картину. К обессиленной волчице подходили ее сородичи. Они подходили и ложились к ней, видимо, чтобы согреть. У некоторых в зубах была добыча, которую они положили перед волчицей. В конечном итоге все улеглись вокруг нее. Им необходимо было дождаться, пока она согреется и придет в себя, чтобы они могли двигаться дальше. Только придя домой, мой дедушка понял, в какой опасности он был. После всей этой истории дедушка приболел. Неделю он отлеживался дома, бабушка поила его отварами, которые поставили его на ноги. После этого случая прошел год. Стояло лето, он шел по лесу и увидел капканы, причем на медведя. Дед решил подкараулить, чтобы поймать браконьеров, потому что сезон охоты не был еще открыт. Так он прождал целую ночь, но никто так и не пришел. И только он засобирался домой, как услышал разговор и увидел троих пришлых мужичков. Они явно были не деревенские. Они шли за капканами и хотели их переставить на другое место. Дед вышел из своего укрытия и представился по должности. Но мужики решили не сдаваться и направили ружья на деда. И не успели они даже слова сказать, как в их руки вцепились волки. Мужики закричали от боли, но волки только сильнее сдавливали их. Выстрелы прозвучали, но дед успел отскочить. Волки отпустили мужиков и отошли, наблюдая за тем, что же будет делать дед. Тот собрал ружья, помог перевязать раны и повел этих мужиков в деревню. Волки провожали их до самого края леса. Уходя, дед обернулся, и только сейчас он понял, что на него смотрит та самая волчица. Возможно, она была вожаком и привела свою стаю на помощь своему спасителю. Дослушивали мы дедушкину историю, открыв рты. Мы всегда знали, что волки добрые животные, но мы и догадаться даже не могли, что благодаря этим умным животным жив наш дедушка. Дорогие зрители, если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.